Здравствуйте! Это программа «Вопрос по делу» в студии Нина Приходько. И сегодня мы поговорим о проблеме контрафактной продукции на Дону. У нас в гостях заместитель начальника отдела торговых ограничений и экспортного контроля Южного таможенного управления Екатерина Александровна Голубейкова. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, Елена! Ну и первый вопрос касается предстоящих событий. Весь регион наш готовится к мундиалю 2018 года. Не так давно прошел Кубок Конфедерации 2017. Скажите, вот в связи с этим участились ли случаи нарушения законодательства в сфере контрафакта? И есть ли у вас какая-то статистика? Да, мы уже пережили, что называется, Олимпийские игры. И опыт у нас есть в этой сфере. Как показал опыт в работе с Олимпийскими играми, чем ближе соревнования, тем больше поток контрафакта. И больше номенклатура этих товаров, начиная от брелоков и заканчивая, даже религиозная литература у нас выявлялась с олимпийской символикой. То есть каждый хочет приобщиться к этим известным всему миру соревнованиям. Соответственно, у нас точно такая же ситуация и с чемпионатом мира по футболу. Если в 2015 году мы выявили только одну партию контрафактных, это были халаты. На халатах было написано «Россия-2018». Там еще были спортивные бренды использованы, причем несколько сразу. Но, тем не менее, это была одна партия всего. В 2016 году уже было две партии. Это были контрафактные игры в футбол, детские игры. В этом году прошло буквально всего 7 месяцев, уже у нас 5 партий изъято. Это и мячи, 1440 мячей было изъято, кружки, телефоны, чехлы для телефонов. Футболки, номенклатура обширна. Бейсболки, сумка спортивная. Ну, в основном, конечно, это спортивные товары. И еще мы отмечаем рост ввоза товаров, которые теоретически могут пользоваться спросом у болельщиков. Это звездные мячи Лиги чемпионов и мячи «Зенит». Также подделка, контрафактные мячи у нас возились. Все мы изъяли, все будет передано в суд. Скажите, а как вообще таможенные органы борются с контрафактной продукцией, с ввозом этой продукции на территорию Ростова-на-Дону? Какие у вас есть методы борьбы? Как известно, на территории России правовая охрана предоставляется товарным знаком, зарегистрированным в соответствующие службы, это Роспатентам, либо имеющие международную регистрацию. Также в распоряжении таможенных органов есть таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Знаком, который внесен именно в таможенный реестр, предоставляется высокий уровень защиты. Там у нас указаны контактные данные правообладателей, которые позволяют оперативно реагировать и оперативно проводить совместные мероприятия по пресечению ввоза контрафактной продукции. Сейчас декларирование у нас, как известно, в электронной форме, инспектор получает декларацию, анализирует сведения в ней заявленные. Если что-то вызывает подозрение, назначается таможенный досмотр, и фотографии товара, полученные в ходе досмотра, отправляются правообладателю, либо его представителю. И уже представитель правообладателя смотрит, является ли товар оригинальным, либо это контрафакт. То есть, соответствует ли упаковка оригинальной, есть ли вообще такой товар в линейке производства, соответствует ли качество оригинальным товарам, и дает свое заключение. И мы уже по результатам этого заключения принимаем дальше меры. Либо дело возбуждается, проводятся расследования, материалы передаются уже в суд, и суд решает окончательную судьбу такого товара. Скажите, а если не отталкиваться от спортивных событий в целом, что чаще всего оказывается контрафактом, с чем вы имеете дело, и можете ли привести примеры? Номенклатура абсолютно обширна, начиная от автозапчастей, заканчивая игрушками. А что чаще всего задерживаете? Чаще всего, конечно, у нас игрушки выявляются, и товары для детей. Но номенклатура меняется. Если вот в прошлые годы мы отмечали, что больше всего у нас возилось комплектующих изделий для производства контрафактных товаров на территории России. Это были пробки, пакеты, упаковочная лента с надписями, с известными брендами. То есть товар где-то производился на территории России и упаковывался с помощью этих товаров. Могу привести пример. Мы в Новороссийской таможне изъяли пакеты для производства подгузников. Очень похожи на подгузники Либера. Абсолютно все скопировано. Название немножко. Написано «Лидер», и на Либера написано «Бэйбисофт». Здесь неизвестное слово «Бэйрисофт». А так полностью идентичное. То есть если папа невнимательный будет покупать подгузники, он даже не отличит товар от оригинального. И что-то у вас еще перед вами можете? Да, у меня тут очень обширные товары. Если раньше нам казалось, что мы победили поток контрафактной парфюмерии, то сейчас вот опять возобновилось ввоз таких товаров. Это вот парфюмерия, упакованная в такие маленькие коробочки, в маленькую тару. Все, что упаковано в тару 15 мл и меньше, это все контрафактная продукция. Оригинальной продукции такой не бывает. Раньше мы об этом очень много говорили, рассказывали. Вроде бы люди уже усвоили это. Но вот сейчас опять появились такие товары снова. То есть одинаковая упаковка, наносятся разные товарные знаки. Здесь Лакосты, здесь Босс, еще у нас есть Шанель, Диор и так далее. Ну абсолютно все известные бренды. Вот такие ручки, духи в ручках так называемые. Это тоже все контрафактная продукция. Оригинальной продукции такой не бывает. Говоря об разнообразии контрафактных товаров, вот хотела бы привести пример. Круги. Оригинальный Кротон, известная торговая марка. Подделка Карбон. Все остальное, все очень похоже, абсолютно не отличишь, если не всматриваться. И часы вот у вас еще. Да, часы, это прям часы Ланжин. Известная очень дорогая марка, да. Вот вы можете посмотреть на их качество. Видим, да. Ремешок расходится в разные стороны. Радо часы тоже. Тоже все это контрафакт. Дешевый. Откуда это все ввозится? Страна-производитель известных. В основном это товары Юго-Восточной Азии, страны бывшего Советского Союза. Вот из Узбекистана мы тоже выявляли такие товары. Китай преобладает по-прежнему? Да, Китай преобладает, но это может быть любая страна Юго-Восточной Азии. И еще мы выявляем товары российского производства. Тоже есть у нас такое. То есть я говорила о комплектующих изделиях, да, что много возилось. И сейчас мы выявляем тоже при экспорте. Пытаются вывести контрафактные товары, произведенные в каких-то подпольных цехах на территории России. Но мы их тоже изымаем. Катерина, ну вот по тому многообразию, да, что мы видим на прилавках вот аналогичных товаров, понятно, что все-таки удается провести контрафактную продукцию на территорию Дона. Скажите, а вот в дальнейшем с этими недобросовестными бизнесменами ведется какая-то работа? Работа над ошибками, может быть, да? Как это можно назвать? Да, у нас есть контроль после выпуска товаров. Проводятся таможенные проверки, точек по реализации таких товаров. Активно работаем совместно с прокуратурой, с Роспотребнадзором. Выходим на проверки, если видим, опять же, изымаем. И все идет по той же схеме, как и при импорте. Только теперь уже этим занимаются органы, либо прокуратуры, либо Роспотребнадзора. Санкция по статьям здесь, это всегда изъятие товара, потому что контрафактный товар не должен поступать в продажу на территории России. Скажите, а что происходит дальше с этим контрафактным товаром? Его утилизируют или куда-то, может быть, он потом повторно куда-то поставляется в торговые сети? Что вот с ним происходит? Ну, вот мы видим, да, что качество контрафактных товаров оставляет желать лучшего. И как раз пираты используют известные бренды как раз для того, чтобы каким-то образом показать, что здесь есть якобы качество. Ведь известные бренды завоевали свою популярность как раз тем, что они гарантируют высокий уровень контроля, начиная от производства до реализации. Здесь же пираты нам ничего не гарантируют, ни безопасность, ни качество. Соответственно, такие товары не должны поступать в продажу. И санкции по всем статьям, касающимся контрафакта, являются изъятие и уничтожение товара. Решение принимает суд всегда. То есть после судебного решения уже? Да. Хорошо. Чем вообще опасна контрафактная продукция? Вот если говорить о детях, да, вы говорите, что это наиболее массовое, то, что подделывают и провозят, так скажем, на территорию. Чем опасна эта продукция государству, бизнесменам и в целом покупателям? Как я уже говорила, качество и безопасность такой продукции ничем не подтверждены. Это основная опасность, которую они представляют. Ну и надо, конечно же, учитывать то, что производители оригинальной продукции платят налоги в бюджет Российской Федерации. Естественно, пираты уходят от всех этих схем, стараются минимизировать свои издержки, получить максимальную прибыль, подделывая товары. Соответственно, государство страдает даже от недополучения налогов. А для бизнесменов? Это чревато судебными разбирательствами, штрафами и так далее? Да, импортер, который пытается провести такой товар, он, как правило, лишается и товара, еще и платит штраф. И также может попасть под уголовное дело, если ущерб будет признан крупным. Ну а для покупателей, насколько вреден, опасен этот продукт, эти духи, парфюмерия, пакеты и так далее, упаковочные материалы? То есть это проводится какая-то экспертиза в дальнейшем или кто это должен все это делать? Нет, это правообладатель говорит о том, что качество не соответствует качеству оригинального товара. И этого достаточно, чтобы она отправилась на утилизацию и так далее? Да, права у нас защищаются, правообладатели, они зарегистрировали свой собственный бренд, они гарантируют определенный уровень качества. И, соответственно, когда возится контрафактная продукция, которая его не гарантирует, уже права их нарушены, правообладатели. И, соответственно, мы принимаем меры, чтобы их обеспечить. А рассказываете ли вы как-то гражданам, как защитить себя, своих детей от такой продукции? И вообще зачем это нужно делать? У нас информация о крупных изъятиях публикуется на сайте Южного таможенного управления. У нас ежегодно проводилась выставка, на которой был всегда у нас стенд представлен контрафактных товаров, где вот как раз людям мы рассказывали, объясняли, почему такие товары являются точно контрафактными, почему их нельзя покупать. Так что мы проводим эту работу и надеюсь, что эта передача тоже у нас послужит доброму делу. Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас в гостях была Екатерина Голубейкова, заместитель начальника отдела торговых ограничений и экспортного контроля Южного таможенного управления. Мы же с вами прощаемся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»